Здравствуйте, уважаемые зрители информационного портала Уллправда.ру Это проект Кухня и с вами я, его ведущая Наталья Медончева Сегодня мы поговорим о возможности совместить несовместимые И для этого мы пришли в Royal Music Hall Где арт-директор Кирилл Чернов Кирилл, здравствуйте! Приветствую! Расскажет нам о таком интересном формате Кирилл, поведайте С удовольствием, Наталья Наш ресторан имеет, знаете, такую интересную подоплеку ночной жизни В данном концепте мы совместили два необычных формата Это VJ-ресторан и это, если так можно сказать, ресторан с дискотекой То есть ночной клуб Потому что не стоит скрывать ни для кого, ни секрет, что по пятницам и субботам У нас проходят действительно зажигательные вечеринки С, на мой взгляд, просто захватывающей шоу-программой И это уже стало местом сосредоточения таких очень интересных персон нашего родного города Я уверен, что всех этих людей сюда привлекает не только наш яркий неоновый потолок Наш 16 миллионов светов, которые переливаются из один в другой И это зеркальные пространства, которые позволяют буквально потеряться от обычной жизни От обыденности, от рутины в нашем стильном интерьере И хорошо и приятно провести время Кирилл, я думаю, что ваши посетители сюда приходят повеселиться, вкусно покушать И сейчас лето, каждый хочет освежиться Что вы можете рассказать о коктейлях, которые у вас готовят в баре? Наш ресторан и наша команда барменов, они стараются не ограничивать себя какими-то рамками То есть если у нас есть все ингредиенты для приготовления какого-то коктейля Но его, допустим, нет в нашей коктейльной карте То бармен вряд ли скажет, нет, мы вам не будем это готовить, потому что этого нет в инструкции Мы всегда идем навстречу к нашему гостю Могу заметить, что практически на каждую вечеринку у нас от нашего бара есть некое эксклюзивное предложение Это может быть коктейль из кинофильма Это может быть сет-настоек Это может быть какой-то, я не знаю, аукционный лимонад Или коктейль, или пунш Основанный на сезонных напитках На сезонных фруктах Или на сезонных овощах Клубника, вы когда-нибудь такой пробовали вообще? Конечно нет Ну, у меня в голове что-то перемешалось Щавелевый лимонад Ну вот расскажите вкратце по кухне Может быть у вас какое-то есть интересное блюдо, которое отличает вас от других ресторанов Или вы стандартное блюдо готовите так, как не готовят нигде Ну, вы знаете, на оба ваших вопроса я отвечу утвердительно Потому что даже многие стандартные, классические блюда в исполнении нашего шеф-повара и команды Играют новыми красками, они по-новому выглядят, они по-новому... У них другая органолептика То есть, вы хочется их попробовать, хочется их даже сфотографировать Даже тем людям, которые их не фотографируют еду вообще По поводу необычных блюд, действительно у нас есть и такие Например, это гаспачо из дыни Пробовали ли вы когда-нибудь такое же гаспачо? Фруктовый суп, по сути Очень интересное летнее предложение Я бы вам рекомендовал его попробовать Он освежает, он бодрит, и он дает очень необычный вкус И раз уж мы поговорили про еду Переместимся на кухню, где нам шеф-повар приготовит прекрасное, вкусное, освежающее летнее блюдо Здравствуйте, меня зовут Алексей И сегодня мы будем готовить гаспачо из дыни и консервированных персиков Что для этого нам понадобится? Во-первых, дыня Кедровые орехи Сыр кремета Либо любой творожный, какой у вас есть под руками И персики И сушеные ягоды Для этого нам потребуется блендер Я думаю, он у всех есть дома Смешиваем персики И дыню Дыню можно помельче порезать, чтобы блендер быстро нас перебил фрукты Складываем все ингредиенты в блендер И блендерим Буквально немного 15 секунд И суп гаспачо у нас в принципе готов Тарелку Вот такой у нас получился суп Выливаем в тарелку Берем сыр кремету Добавить можно по вкусу Как вам будет угодно Делаем небольшие кнельки Чтобы это выглядело аппетитно И выкладываем прям в тарелку тоже И в блюдо добавляем Кедровые орехи Буквально немного И все это украшаем сушеными ягодами У нас сушеная малина Блюдо гаспачо из дыни готово Продолжаем разговор Кирилл, скажите, пожалуйста Ваше заведение довольно-таки молодой ресторан И как вам удается выживать среди акул ресторанного бизнеса? Наш руководитель просто, видимо, любит непростые задачи Дело в том, что мы открылись практически в мае Как известно, летний сезон – это не лучший сезон для ресторанов И вообще для гастросферы Однако, смею заметить, что мы стараемся не обращать внимания На всевозможные, ну, как бы это сказать, сложности, что ли Или отговорки, что там нет сезона Вернее, что не тот сезон, что все уехали, еще что-то Мы стараемся работать над нашими недостатками Можно смело сказать, что мы идеальны Везде это разрекламировать Но мы же все люди И сразу скажу, что у нас тоже есть какие-то, ну, недоработки Ведь мы сразу с открытия задали себе достаточно высокий уровень Высокую планку качества И стараемся ей следовать Мы стараемся сделать и дать гостям Подарить максимальный уровень качества Максимальный уровень сервиса Мы стараемся подарить им лучшую кухню Которую, на которую способна наша команда Во главе с шеф-поваром Алексеем Маковецким Мы стараемся дать им самые необычные Самые утоляющие воображения И услаждающие вкусовые рецепторы Коктейли Как алкогольные, так и безалкогольные Также у нас есть даже специальный кофе Он действительно отличается от всего того, что я пробовал в городе Причем я, ну, в разных местах пробовал кофе Это венский кофе Julius Made То есть прямые поставки Но он очень имеет необычный вкус И не оставляет после себя такого, знаете, какого-то негативного послевкусия, что ли Странно, после него не болит голова И как-то он действительно бодрит После кофе болит голова? Ну, у меня такое иногда бывает, допустим, когда я пил в других местах кофе Первые час-два все классно, а потом ты такой А это кофе, оно как-то, знаете, так плавно спускает, если так можно выразиться И от него нет таких эффектов То есть, как мы выделяемся, отвечаю на ваш вопрос Мы постоянно стараемся придумывать что-то новое Как вы отсеиваете или привлекаете своих посетителей? Есть ли у вас определенные рамки для них? Одежда? Прически? Или, может быть, обувь? Дело в том, что в будние дни, когда мы работаем как ресторан, мы намеренно, скажем так, никого не отсеиваем Если гость ведет себя в рамках приличия, естественно, если он там не устраивает скандалов, каких-то эксцессов И не нарушает закон внутри нашего ресторана По поводу, если рассматривать ресторан как в разрезе сердца жизни ночного города То есть, когда у нас какая-то вечеринка или вечерняя программа И у нас удлиненный режим работы То да, мы вынуждены ввести и дресс-код, и фейс-контроль Дело в том, что мы следим за атмосферой Я как арт-директор лично слежу за атмосферой, которая у нас в нашем ресторане здесь в любое время И в вечерней, и в дневной И поэтому, когда многие из наших гостей, вы знаете, готовятся к этому событию Словно говоря, гладят носки, идут к стилисту или к парикмахеру Выбирают себе стильную рубашку, чтобы она сочеталась со всем их гардеробом А приятно культурно и стильно одеваются Что ему и самому на себя приятно смотреть, что называется И себя показать, и других посмотреть И когда они приходят в наш ресторан, хочется, чтобы все гости попали в эту атмосферу Непринужденного, легкого, стильного общения и качественного отдыха и времяпрепровождения То есть, да, мы действительно можем отказать гостю без объяснения причин из-за его внешнего вида Мы были в месте, где танцуют, поют и, конечно же, вкусно едят С вами была Наталья Медончева и Royal Music Hall До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!